Седьмой класс, восемнадцатая серия. Равнобедренный треугольник. Треугольник называется равнобедренным, если две его стороны равны. И вот эти равные стороны называются боковые стороны. Третья сторона – основание. Если треугольник равносторонний, у него все три стороны равны. Давайте рассмотрим свойства равнобедренного треугольника и докажем такую теорему. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Давайте обозначим заглавными латинскими буквами вершины треугольника А, В, С. Так, известно, что этот треугольник равнобедренный. Значит, А, В равно А, С. Надо доказать, что угол В равен углу С. Так, давайте выполним дополнительное построение. Построим биссектрису угла треугольника и проведем эту биссектрису из вершины А. Так, значит, проводим луч, делящий угол пополам. И там, где этот луч пересекает В, С, там отметим точку D. Итак, А, D – это биссектриса угла треугольника. Значит, угол, давайте обозначим это первый угол, равен второму углу. Итак, углы равны по построению. По условию А, В равно А, С. А сторона А, D является общей. Если рассматривать треугольники А, В, Д и А, Д, С, то как раз получается, что это общая сторона у этих треугольников. И эти треугольники равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. А в равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы. Значит, угол В равен углу С. Теорема доказана. Так, давайте докажем еще одну теорему. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Так, значит, давайте обозначим. Это будет вершина А, В и С. Давайте проведем биссектрису А, Д. И надо доказать, что эта биссектриса будет являться также медианой и высотой. Значит, вот мы с вами, когда доказывали предыдущую теорему, говорили о том, что треугольники А, В, Д и А, Д, С равны по первому признаку, потому что углы равны по построению, потому что мы строим биссектрису. А, В равно А, С по условию, треугольник равнобедренный. А, Д – это общая сторона этих треугольников. Значит, треугольники равны по первому признаку. Значит, соответственные элементы равны. Угол В равен углу С. Затем, поскольку они равны, значит, соответственные стороны будут равны. В, Д – сторона равна стороне ДС. Значит, точка Д – это середина отрезка ВС. Значит, А, Д – медиана. Кроме того, углы А, Д, В и А, Д, С тоже будут равны. Причем это будут прямые углы, потому что это два смежных угла. В сумме они составляют 180. Эти углы равны, значит, каждый из них прямой. Значит, в равнобедренном треугольнике бисектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Первая задача. В равнобедренном треугольнике основание на 5 см меньше боковой стороны. Периметр 40 см найдите меньшую сторону треугольника. Давайте обозначим за х длину основания. Так, боковая сторона больше на 5. Значит, х плюс 5 – это одна боковая сторона и другая. Боковые стороны равны А плюс 5. Периметр треугольника 40. Значит, теперь осталось составить уравнение. х плюс 5 прибавить, х плюс 5 прибавить, и х равняется 40. И надо решить это уравнение. 3х плюс 10 равняется 40. 3х – 30, х равен 10. х – это меньшая сторона. Значит, ответ в этой задаче – 10 см. Такова длина меньшей стороны треугольника. Так, вторая задача. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС проведена медиана АД. Найдите медиану АД, если периметр АВС – 16, а периметр АВС – 12. Так, давайте обозначим, поскольку треугольник равнобедренный с основанием ВС, боковые стороны АС и АВ, допустим, они имеют длину х. Их длины равны. Поскольку АД – медиана, значит, она делит ВС на равные части. Давайте за у обозначим каждую из таких частей. Значит, длина всего основания будет 2у. Так, известно, что периметр треугольника АВС – 16. Значит, х прибавить х и прибавить длину основания 2у. Значит, что получается? Два раза по х, х плюс х, прибавить у плюс у – это 2у. И периметр по условию задачи равен 16. Значит, можно разделить левую и правую части на 2. И тогда принимает вид уравнения х плюс у равняется 8. Так, вот это равенство нам пригодится в дальнейшем. х плюс у равняется 8. Так, теперь давайте рассмотрим треугольник АЦД. Известно, что его периметр – 12. Периметр треугольника АЦД – это х прибавить у и прибавить z. х плюс у плюс z – 12. Известно, что х плюс у – это 8. Значит, z равен 12 минус 8 – 4. Ответ АД, медиана, равна 4 сантиметрам. Приметр треугольник АЦД – это корных лошадках – 15 виднее. Приметр треугольника АЦД – 12 ковиднее. Чrestа, mandarте ноговать.